Радио 54 Итак, в любом органическом веществе есть углерод, Саша, как ты думаешь, да или нет? Да. Я тоже думаю да, нажимаю да. Окей. Да, это правда. Подробности? Ну а что, это просто из определения следует, что любое органическое вещество содержит углерод. Органик это значит углерод. Хорошо. Летом Эйфелева башня выше, чем зимой, да или нет? Я думаю да. А я тоже думаю да, потому что я сегодня об этом читала. Упс. Почему она выше? А вы нас будете пытать, да? Ну да. Хорошо. Ну потому что при температуре металлы расширяются. Не только металлы. И не только металлы. Поэтому, соответственно, тем выше температура, тем, в общем-то, больше размер. Ага. Ну а с девушками наоборот. Летом они как-то уменьшаются. А цена билета на Эйфелеву башню интересно увеличивается? Типа чем больше башня, тем выше цена. Она же выше, да? Вы же больше увидите. Хорошо. Следующий вопрос. Вселенная расширяется с ускорением, да или нет? Я думаю нет. А я думаю да. Что делать? Давай нажмем твою версию. Нет, это неправильно. Почему? Почему? А вот я тоже не знаю почему. То есть все так считаются и считают, что не расширяется с ускорением. Ну не все, но ты доминируешь точкой зрения. После большого взрыва все начало расширяться. До этого было не так. Ваш ответ немного устает. Накидок коснулся. То есть он правильный, но он старый? Очень. Как и ты. Шутка. Спасибо. Добрая моя Настя. Все металлы прочнее дерева, да или нет? Все металлы? Есть какой-то подвох, мне кажется. Нет, я думаю нет. Я тоже думаю нет. Правильно, да, это правильный ответ. Какой металл слабее дерева? Ну смотрите, на самом деле щелочные металлы, типа там натрия, калия, они на самом деле действительно очень мягкие, их можно нарезать ножом. Зачем они нужны? В смысле зачем они нужны? Они просто есть. Я согласна. Да, мир он просто есть, он ни за чем не нужен. И со временем они разрушаются, а дерево не так разрушается? Ну если, например, тот же натрий поместить куда-нибудь в масло, например, какое-нибудь, ну со временем он не будет разрушаться, главное, чтобы он с кислородом не контактировал, тогда ему ничего не будет, миллионы лет. Спутники-шпионы видят с орбиты номера машин на Земле, да или нет? Я думаю да. Окей. Нет, это неправильный ответ. Что видят спутники? Ну не видят они. А в кино показывают, видят. Да, это не те спутники. Не, они, наверное, могут номерную табличку увидеть, то есть вот то, что на автомобиле нет номера, наверное, можно заметить. Пока разрешения не хватает, я думаю. Потому что, в общем-то, тут уже на границе вот это восприятие даже самой матрицы, вот этой фотографической, и плюс, как бы, экранирование самой атмосферы. В фильме «Враг государства» с Уилл Смитом они там прям все-все разглядывали. Ну да, давайте еще поверим всем голливудским сериалам. У лучших спутников разрешение не превосходит 15-20 сантиметров. Ну вот о чем я и говорил. Это как раз размер всей рамки. Целая семья может позавтракать всего одной животной клеткой. Наверное, да. Мне кажется, что тут есть тоже подвох какой-то. Животная клетка. Животная клетка. Нет, мне мало, а там будет нет. Хорошо, нажму нет. Ты хозяин, барин. А вот ты и не прав. А я права. Почему? Потому что есть яйцо страуса. Это одна животная клетка? Да. Ну, технический желток, одна животная клетка, то, что вокруг, это все равно. Ну, считается, что желтка тоже хватает. Вы держали яйцо страуса в руках? Нет, оно огромное. Вот такое, да? Да. Желтка хватит на всю семью. 30, по-моему, куриных яиц. Да, ну, решетка. Вот одна большая решетка яиц в куриных, это одно из остраусов. Как раз примерно. И то есть желтка хватит на всю семью? Ну, ну, желток питательный, на самом деле. Окей, поехали дальше. Все вещества состоят из молекул. Ну, это же, наверное, да. Да, это же, наверное, нет. А, наверное, нет. Нет? Ну, ладно. Нашего нет. Правильно. Почему? Вот для этого. Что не состоит из молекул? А вот смотрите, золото. Там нет молекул? А что там есть? Там есть атомы. Молекулы. Одно другое, типа, может замыслить. Это же разные вещи. Молекулы, это из разных атомов. А атомы, на самом деле, ну, золото. Только золото или что-то еще? Не, ну, все, скажем так, вещества одноатомарные, то есть где нет, в общем-то, разных атомов, они, в общем-то, могут считаться, что они состоят из атомов. То есть чистые вещества, они состоят из атомов, а не из молекул. Полярная звезда самая яркая на ночном небе, да, или нет? Ну, наверное, да. Всегда все говорили, вон она самая яркая. Нет, 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 нет. Хорошо, жму, нет. Кто, Саша, ты знаешь, кто? Венера. Звезда. Сириус большая самая звезда. Ну, я... Правильно я сказал? Ну, да. Правильно, потому что на сайте написано. Ядра атомов состоят из протонов, нейтронов и электронов. Господи, ну да. Нет? Пусть будет да, я не знаю. Они так смеются, как я репу чешу. Я чувствую себя отопиваться. Нет, это неправда. Из чего они? Ну, электроны-то откуда-то возьмутся, ребят? Не знаю я. Ты, Настя, это же элементарно. Да? Ну, атомы... Миллион, о чем молчал? Смотрите, атомы, да. Но ядра-то нет. А, ядра. Ядра-то, ты не тронешь. Семен Семенович. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.